Олимпический чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве в ночь на вторник, 21 декабря. 32-летний спортсмен вступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, после чего подвергся избиению со стороны троих неизвестных. Соловьев находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести. Инцидент произошел в караоке-клубе в центре города, где отдыхали Соловьев и Сидорова. 32-летний спортсмен вступился за супругу, после чего неизвестные стали избивать спортсмена ногами. Фигурист был доставлен в Боткинскую больницу, а трое нападавших уже задержаны полицией и находятся в отделении. Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что когда его забрали, не было ни вещей, ничего. Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из-за того, что сказали, состояние средней тяжести и тяжелой травмы головы. Госпитализация была необходима, объяснила Анна Сидорова Матч ТВ. Так что она рассказала подробности произошедшего инцидента. Конфликт начался после того, как на улице одна из подруг Анны на выходе из караоке попросила зажигалку у трех парней. Это вызвало словесную перепалку. Дима в тот момент находился еще внутри заведения. Когда он вышел, то попросил парней не разговаривать в таком тоне с девушками, на что один из них толкнул его. Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения. Эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее, Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка. Можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку, сказала Сидорова. Менеджер Соловьева Елена Болтова рассказала, что спортсмен находится в сознании и может говорить. Но пока говорить о его состоянии преждевременно. На данный момент жду звонка от Анны. Она сейчас в больнице как раз находится и должна поговорить с врачом. И мы ждем точного понимания после обследования, что с ним. Он в нейрохирургии. Я точно знаю, что там сокращение мозга. То есть его там били, когда он лежал, свалили с ног и били ногами. Но вроде как переломов нет. Но в общем, я не знаю, что еще говорить. Знаю, что он заступился за девчонок. Я не помню, там точно уже все перемешалось в голове, как все было. То есть они с Аней вышли из заведения. Аня была еще с подругами. Какие-то ребята были там наверху, то есть на улице. И началась какая-то перепалка. И в результате перепалки Дима был один, их было трое. Они, собственно, и начали выяснять отношения. Я так понимаю, что просто ждали и искали любую возможность, чтобы устроить драку. Ну, в общем, все показания все есть в полиции. Сразу вызвали полицию, всех туда доставили. Один из полиции Диме вызвали туда скорую и его увезли в больницу. Он сознание, но вот просто именно точные диагнозы может сказать только врач. Врачи рассказали состояние Соловьева, коротко и не вдаваясь подробности. Дмитрий Соловьев находится в 49-м нейрохирургическом отделении. По состоянию на 21 декабря 17.00 пациент находится в состоянии средней тяжести. Дыхание нормальное, самостоятельное, рассказали в Боткинской больнице. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка эмоционально отреагировала на произошедшее и сказала, что все фигуристы сейчас очень переживают за Соловьева. Дима в тяжелом состоянии в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, жив. Но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить. В конце декабря Дмитрий должен участвовать в нашем шоу с Алиной Загитовой. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему выступить у нас. Мы его все очень ждем и переживаем за него, сказала Навка. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пожелал здоровья фигуристу. Я об этом узнал из СМИ 5 минут назад. К сожалению, ничего не знаю о состоянии Димы и всячески желаю ему здоровья и выкарабцаться из этой ситуации. Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в 21 веке. Дима один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти, сказал Ягудин. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва также прокомментировала эту новость. Пока нет точного понимания о самочувствии Димы. Я на связи с Аней. Всю поддержку направляют Диме и его семье. Он действительно очень спокойный и не конфликтный. Воспитан как мужчина. Дима не мог оставить нападки на женщину, а их было трое. Разве это порядочно? Втроем на одного, сказала Боброва. Хореограф Илья Авербух высказал также свое мнение. Крайне неприятная ситуация. Хочется выразить слова поддержки Диме. К сожалению, в нашем обществе царит агрессия, которая выливается в такие эпизоды. Дмитрий настоящий мужчина. Он должен был заступиться за свою девушку, что он и сделал. К сожалению, вышло с нехорошими последствиями. Я думаю, должно быть проведено разбирательство, а все виновные должны быть наказаны, сказал Авербух. Софья Самоделкина назвала любимые программы олимпийского сезона. Российская фигуристка Софья Самоделкина порассуждала о любимых программах текущего сезона и рассказала, почему трудно катать лирические постановки. Софья, какие программы тебе больше всего запомнились в этом сезоне? Мне очень нравится произвольная Саша Трусовой, Круэлла. Еще мне понравилась произвольная Лиза Туктамышевой. Она так классно зажигает в ней, зал поднимает. А еще мне очень нравилась Камилин Шторм. В остальном как-то предпочтений нет. Софья, а если говорить про твою идеальную программу, какая она? Мне всегда хотелось катать Кармен. Прям всю жизнь об этом мечтала. А если в завтрашний день посмотреть? Но в будущем я хотел бы катать что-то веселое. Что-то вроде дискотеки Лизы? Ну не прям дискотеку, но что-то по типу ча-ча-ча. Что-то такое, чтобы я могла улыбаться. А то я только и делаю, что страдаю в программах. Улыбнуться лишний раз не могу. Даже когда все получается, мне приходится страдать. В Кармен я еще могу поулыбаться, когда ближе к концу темп ускоряется, а в остальных нет. Софья, то есть лирические образы лучше чердовать с чем-то драйвовым? Да, в прошлом году, к примеру, у меня было две лирические программы, и это трудно. Я бы сказал, это уже такая нудятина была. Трехрядный чемпион мира Нейтан Чен пока отказался от программ, с которыми он выступал на этапах гран-при. Сейчас фигурист готовится к чемпионату США и накатывает программы сезона 19-20. Это Богема Шарли Азнауру в короткой программе и саундтрек к фильму Рокетмен в произвольной. При этом Чен пока не определился, с какими именно программами он будет выступать на Олимпиаде. Мама французской чемпионки Габриэла Пападакис рассказала, кто ей нравится из российских фигуристов. Александра Степанова и Иван Букин, я их давно знаю, ведь они соревновались с Габриэлой в одной разминке на юниорских этапах гран-при. Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова тоже наблюдаю много лет. Девочки ваши так быстро меняются, что я не успеваю запомнить их имена. Только привыкну к одной девочке, как через год появляется новый лидер. Единственная российская одиночность, которая запала в нее души, Алена Косторная. Видела ее фееричную победу на финале гран-при в Турине пару лет назад. Как же она была хороша? Из мальчиков особо никого не знаю. Пары тоже мало смотрю, но очень хорошо помню Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Они меня впечатлили на олимпийских играх в Сочи. Скажите, следите ли за молодыми российскими танцорами, которые наверняка будут блистать в следующем олимпийском цикле? Постоянно не слежу, разве что вживую на турнирах. Вот как раз на этапе гран-при в Гренобле с удовольствием посмотрела прокат Аннабель Морозовой и Андрея Багина. Вообще у вас классные дуэты, но я болею за Тиффани Загорски. Она ведь выросла во Франции и когда-то каталась вместе с Габи. Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась мнением о конкуренции в группе. В Москвиной тренируются чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галямов, и чемпион Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Знаете, у меня уже есть опыт работы одновременно с двумя очень сильными дуэтами. Так было, когда у меня тренировались Елена Бечек, Денис Петров и Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев. Затем конкурировали между собой пары Оксана Казакова, Артур Дмитриев и Елена Бережная, Антон Сихарулидзе. Для тренера это очень удобно, когда у спортсмена чувствует такое близкое соперничество. Это надо использовать. Это закаляет спортсменов, создает хороший климат. Я бы сказал, что это очень полезно для них, ведь конкуренция вообще очень важна в спорте. И не только в спорте, но и в жизни. Надо быть готовым к конкуренции, надо уметь выдерживать ее. Мы с самого начала приучаем наших спортсменов, что они живут не в вакууме, что им придется конкурировать с самых ранних лет. А сейчас мои ребята думают не о том, как катаются их товарищи по группе, а о том, как победить канадцев, американцев и китайцев, сказала Москвина. Продолжение следует...